На свете, наверное, нет человека, который всю свою жизнь хотел бы провести в достатке. Но, к сожалению, этой мечты достигают далеко не все. Одним мешает лень, другим страх, третьим низкая самооценка. В итоге стать миллионером может не каждый. Но насколько тернист путь к этой заветной вершине финансового благополучия? Как утверждают бизнесмены со стажем, все начинается, как ни странно, со школьной скамьи. Миллионера в себе надо взращивать именно с детства, уверены они. Ну а если момент уже упущен, никогда не поздно начать все заново. Первый шаг к будущему успеху – послушать советы тех, кто преуспел в этом деле. Так что не переключайтесь до конца программы. Как известно, денег много не бывает. Скорее наоборот, их всегда не хватает. Современная жизнь без радужных купюр немыслима. И даже расхожее выражение «счастье не в деньгах» сегодня получило продолжение. «Счастье не в деньгах, а в их количестве». И чтобы увеличить его, одного желания мало, считает Сергей Смеев. У него самого большой опыт ведения бизнеса. А его тренинговый проект «Хозяин судьбы» можно назвать настольной книгой преуспевающего предпринимателя. Люди делятся на действующих и утешающихся. Действующих 5%, утешающихся 95%. Действующие люди дают сил и всегда смотрят вверх и думают на один вопрос, как не стать таким же. Они не завидуют, они радуются этому, они искренне хотят стать таким же. Неважно, в профессии, в бизнесе, где угодно. Неважно, в творчестве, неважно. Они смотрят и думают, как мне тоже взять лучшее от этого человека. Утешающиеся они. Всегда говорят, почему они это не могут. Ищут пример более неуспешных людей. Тем самым утешаются и говорят, слава тебе, господи, мне еще не так плохо. На этом, кстати, построено все телевидение, чтобы было понятно. Ну, их 95%. Поэтому, когда показывают негативную какую-то информацию, говорят, слава богу, метеорит пролетел не над нами. О, господи. Или там вот, да, пенсию не платят, но находят сюжеты, показывают сюжеты. Такой несчастной, несчастной бабушке, самой несчастной, у которой вот все. У нее даже собака несчастная, и кошка несчастная, и петух несчастный, и все несчастное. И все остальные бабушки говорят, слава тебе, господи, у нас еще ничего. Бизнес – это сад. Вот как дерево посадил, и ты ухаживаешь за ним. Вот оно выросло, начало плодоносить. Окей. Засохло по тем или иным причинам, жук прилетел, постановление правительства, рейдерский захват там и так далее. Ну, выкорчевало его, засохло, новое сажаешь. Сергей Змеев владеет целым предпринимательским холдингом. Кроме того, он рантье, инвестор, долларовый миллионер. На встречах с журналистами старается быть, как говорится, своим в доску. Пришел не в дорогом костюме и в сопровождении охраны, а в простом свитере в джинсах. Правда, атрибут достатка, дорогие швейцарские часы, он все же нам ненавязчиво продемонстрировал. А в остальном он для себя усвоил выражение – простота хуже воровства. Он психолог по одному из трех образований. Свою карьеру начинал с нуля, вспоминает Сергей. Будущий финансовый магнат основы экономики и торговли постигал не по учебникам, как его одноклассники, а на практике. То, что я называю бизнесом, в 91-м году я начал заниматься поставкой из Измаила подержанной авторезины. Ну, 90-е годы, ничего нет, общий дефицит, да, то есть возможности. Предприниматель – человек, который видит возможность. Вот она приходит, он ее видит, начинает реализовывать. Это в любой момент времени, неважно, тогда было 90-е или сейчас, 2000-е, никакой разницы, 2010-е, никакой разницы, поверьте. В равное время есть возможности, и человек их либо видит, либо не видит. Поверьте, мне в 93-м году в Москве тоже говорили, что все уже, здесь уже все закрыто, никаких нету бизнесов, никаких ниш нету. Также, ну, один из моих друзей, к сожалению, покойный, не все эти годы прожили. И служил в армии в Измаиле, приехал. Возраст, представьте, 17-18 лет, он чуть старше, ему там 19 было лет, мне там 17,5, 17-18. Тут есть тема, как-то, ну, пацаны, есть тема, резина подержанная, она там стоит 50 рублей, у нас 300 рублей. Мы говорим, быть такого не может, там, он говорит, да, зуб даем. Ну, все, у кого какие деньги были, скинулись, и через три дня мы в Измаиле, там, уже. Реально, да, вот, ну, это именно вопрос возможности, ведь и в тот момент многие говорили, да нет, это невозможно найти на производство, там, ну, вот, это вопрос только в этом. Начали с этого, начали с этого, потом, там я сразу увидел возможность подержанной машины привозить, дефицит, да, тот момент был определенный. Переключился на автобизнес, и вот как-то автобизнесами достаточно долго занимался, 18 лет. Не зная научных основ ведения бизнеса, Змеев тогда интуитивно методом пробы и ошибок шел к своей цели. Сейчас без хорошо проработанного бизнес-плана начинать свое дело не порекомендует ни один бизнес-тренер. С места в карьер прыгают в основном молодые и амбициозные. В первую очередь нужно сесть и расписать все плюсы и минусы данного бизнеса, то есть сделать свод-анализ, так так называемый, свод-анализ, для того, чтобы понять, этот бизнес вообще, он актуален для нашей республики, он рентабельный для нашей республики. Может быть, там будут высокие издержки, что, в принципе, может помешать введению твоего бизнеса. На сегодняшний день большинство ребят умеют делать свод-анализ, просто сесть и расписать на листке бумаги плюсы, минусы, угрозы и возможности, я думаю, сможет каждый. Просто не каждый может потратить на это время, не каждый и хочет потратить на это время. Это самое первое, что нужно сделать, это сесть и расписать плюсы и минусы. Второе, нужно сесть и подумать, откуда у тебя будет идти инвестирование. Может быть, ты сам будешь инвестором, может быть, это будут твои родители или твои родственники, может быть, это будет банк, а может быть, это будет государственная поддержка. Третье – узнать, откуда ты будешь покупать технику, то есть оборудование, которое нужно для твоего бизнеса. И четвертое – нужно узнать самое главное, кому ты будешь продавать свою услугу. Рынок сбыта. Да, рынок сбыта. Это самое главное. Большинство начинает производить, но в конце концов их продукция оказывается никому не нужной. И они у себя на складе хранят определенную продукцию на определенные деньги, и как бы они в минусе, и не могут развиваться. Это самое главное – рынок сбыта. Первое – посмотреть, не собираетесь ли вы выращивать апельсины на луне. То есть вообще бизнес имеет место быть или нет. Потому что если мы говорим о таком бизнесе, я всегда делаю что? Я смотрю просто на рынок. Даже тренинговый бизнес, когда я начинал, смотрю на рынок. На рынке это есть? Кто-то это сделал? Это приносит нам деньги? Если мы говорим про бизнес, то это деньги. Это не хобби. Что для этого требуется? Я начинаю, как обычный коммерсант, считать. Что мне для этого понадобится? Какой будет срок окупаемости? И так далее, и так далее, и так далее. Какие там сложности есть административные? Я сначала смотрю уже на того, кто реализовал это. Либо кто-то уже может сказать, «Слушай, господи, ты что, с ума сошел? Оно тебе надо? Там вот это, вот это, вот это». Или скажут, да, это можно сделать, но для этого требуется вот это, вот это, вот это, вот это, ну и там какие-то усилия. Осознанность. То есть, первое, не думайте, что вы самые умные. Вообще, вот это первое в бизнесе, ребят, не думайте, что вы самые умные, и все остальные дебилы, я сейчас приду, я сейчас докажу. Ну, если люди этим занимаются много лет, и у них что-то получается, либо не получается, то почему-то. Поэтому, если вы видите, это же модель уже готовая, она может быть в другом районе, в другом этом, но она более-менее готовая модель. Понимаете, тут же вопрос такой, если мы говорим, там, не знаю, о сельском хозяйстве, там, или там, животноводстве, то, условно говоря, у вас там 100 гектаров, это уже бизнес, а вот уже 98 не бизнес, вот точка окупаемости, да, или у вас там, не знаю, 100 голов там скота, или там 1000, вот 100, это не бизнес, или 500, потому что администрирование, содержание, и так далее, съезд все деньги, а 1000, да, потому что будет плюс-минус те же затраты, а уже прибыль будет. Это надо просто смотреть и считать. Многие ребята, приходя к нам в молодежный центр, задают первый вопрос, это нужен ли вообще бизнес-план, и если нужен, то для каких целей? Я считаю, что бизнес-план, он необходимый для предпринимательской деятельности, так как этот документ, который описывает все будущие финансовые возможности, описывает все проблемы, которые возникнут, и все способы решения этих проблем, которые у нас могут возникнуть. Это как стратегический план, которому нужно следовать, который поможет тебе достичь определенного успеха, и он может тебя подстраховать от определенных проблем. То есть где-то, может быть, в каких-то местах нужно больше денег вложить, может быть, именно оборудование, которое ты будешь искать, нужно закупить у определенного поставщика, а не у местного поставщика. То есть уехать куда-нибудь в другой регион и попробовать поискать оборудование подешевле. Ты бизнесменом можешь и не быть, но в финансах разбираться должен, так считают большинство экономистов. Правда, наше население, видимо, не желает к ним прислушиваться. Мало кто может посчитать, из чего состоит его собственная заработная плата, каким образом начисляется пенсия и прочие финансовые потоки. Что такое финансовая грамотность? Если сотни человек дат 10 тысяч долларов, 80 из них, или 80 процентов, потратят все деньги к концу года. 16 процентов с теми же 10 тысячами долларов, возможно, получат 10 тысяч 50, если положат эти деньги в банк. А 4 процента, получив эти 10 тысяч, в конце года будут иметь от 20 тысяч до миллиона или больше. Вот это я и называю финансовой грамотностью. В школе нас учат читать книги, но мы не знаем, как читать вот это, финансовые или годовые отчеты. Нас не учат в школе финансовой грамотности. Роберт Киосаки свои учебные ролики начал производить и размещать в открытом доступе пару десятков лет назад. Он буквально на пальцах объясняет секреты успеха многих богатых людей. И в то же время дает возможность разобраться в том, почему 90 процентов населения не могут добиться тех же результатов. На доске вы видите ключевые понятия, которые лежат в основе финансовой грамотности. Назовем эту колонку отчет о доходах. Это расходы или отчет о прибылях и убытках. Эти данные составляют балансовый отчет, в котором есть активы и пассивы. С этих понятий начинается финансовая грамотность. Вскоре я понял, что основная причина финансовых затруднений состоит в том, что люди путают активы с пассивами. Как отличить активы от пассивов? Я нашел определение активов и пассивов в словаре, но эти определения внесли еще большую путаницу. Поэтому я придумал собственные определения. Актив – это все, что приносит мне деньги, а пассив – это все, что отнимает у меня деньги. Причиной финансовых трудностей моей семьи был мой отец, потому что его банкир, бухгалтер и агент по недвижимости называли наш дом активом. Отец также думал, что его автомобиль – это актив, но мы видим, что его автомобиль был не активом, а пассивом. Если эти определения окажутся вам запутанными, то можно сказать еще проще. Вот новое определение. Если я останусь без работы, активы меня накормят, а пассивы съедят меня. Нельзя воспринимать деньги как средство достижения цели, считает Сергей Змеев. Отношение к ним должно быть только как к цифрам. Для большинства людей деньги – это что? Ну что для вас деньги? То, что можно приобрести на это. Купить, безопасность, говорят там инструмент, энергия, там кучу всего говорят. В основном это отождествляют с вопросом потребления. Либо потребление чего-то для себя, либо потребление для безопасности. В любом случае, либо для того, чтобы что-то было, либо чтобы чего-то не было. Либо от страха нищеты, либо для какого-то благополучия. Так вот, когда человек занимается именно предпринимательской деятельностью, либо управлением, да, деньгами, он не может относиться к деньгам, как, не знаю, вот это там Бентли, а вот это дом там. Да, он не может думать только исходя из позиции потребления. Потому что тогда сразу включается важность эго, и человек ловится, мгновенно, тут же ловится в эту ловушку эмоциональную. Эмоциональную отношение именно как к цифрам. Когда к тебе приходят определенные цифры под задачку, ну как вам сказать, вот есть картинка, которую нужно сложить. Ну какая-то задача, нужны какие-то пазлы. В данном случае эти пазлы являются цифрами, которые вот являются деньгами. И отношение ровно такое, что это цифры, всего лишь цифры, которые позволяют решать определенную задачу. Я понимаю, что это сложно понять человеку, который с этим не сталкивался. Но я вас уверяю, любой абсолютно предприниматель, который вышел на определенный уровень финансового управления, финансовом потоке, потоками он рассматривает ровно так. Любой. Потребление тоже есть заодно, заодно, но оно не является основным. То есть человек не будет упираться для того, чтобы там построить бизнес, чтобы он позволил построить дом. Нет, это мелкое предпринимательство какое-то. Серьезное, это когда человек управляет в первую очередь финансовыми потоками, которые являются всего лишь цифрами. Есть задача, она требует заполнить вот такую цифру. Значит эта цифра должна прийти. Управление действительно цифрами. Тогда эмоции не включаются. Потому что как только включаются эмоции, ты вдруг осознаешь, господи, да сколько же денег-то, боже мой, ты же понимаешь, и сразу накрывает. Не может тогда человек уже быть таким вот спокойным. Потому что с деньгами как? Они ведь могут прийти и могут уйти. И когда эта работа как с цифрами, то ты в этом смысле высоко осознан, но ты не привязан к этому. Целью должен быть конечный результат. То есть если ты именно нацелился на то, чтобы полететь на Марс, грубо, ты должен именно полететь на Марс, а не заработать деньги и остаться уже в начеке, сидеть. О, у меня есть деньги на то, чтобы полететь на Марс, но я не полечу. Лихая беда начала считают многие. Отчасти они правы. Под лежачий камень вода не течет, говорит Змеева. Однако надо понимать, что раз начавший свое дело, надо отдаваться ему полностью. Работа в полсилы даст лишь половину желаемого результата. Полное отсутствие иллюзий. Вот даже я при своем опыте предпринимательском, любой бизнес, который бы я не начинал открывать, год я в нем пошел, как папа Карло. Когда говорят, а как Сергей, как вот... Это вот сейчас уже там два с половиной года в этой тренингово-консалтинговой деятельности. Помню, через год все говорят, как, как это вот, ты уже везде и это, и это. Говорят, 26 часов в сутках. Ну это надо, чтобы еще ваша семья, близкие и так далее принимали. Ну это нужно так выстроить, чтобы вот вы работаете там 2-3 недели, просто с утра до ночи, а потом 2-3 дня вообще там проводите дома и вообще ничем. Ну это колоссальная работа. Притом первые полгода, как правило, вы работаете, не видя никакого обратного результата. То есть пройти вот этот момент, когда всем кажется, вот я сейчас только сделаю, я визитки напечатал, офисы снял, компанию зарегистрировал, у меня на визитке написано, что я президент и генеральный директор, сейчас у меня бабки попрут. Нету, оказывается за офис надо платить, секретарю надо платить, тут какие-то там бухгалтера, значит, говорят, надо сдавать балансы, компания это висит, что-то это. И что, а где, обманули. Да не, ну потому что люди начинают не с того, я вообще всем говорю, не нужно вам на первом этапе ни офис, ничего, ничего. Это все затраты минимум, минимум затрат, и первые полгода пахать просто как папа Карла и не расстраиваться тому, что может что-то не получаться. Это нормально, если вы этим не занимались, откуда у вас может это получаться? То есть первые полгода, ну просто пахать. Человеку с улицы без экономического образования, я всегда рекомендую пройти основу бизнес-планирования и получить аспекты написания бизнес-плана, так как это как вождение. Если у тебя нет практики, ты не сможешь никогда сесть за руль и поехать. То же самое у нас есть определенные организации, которые обучают написанию бизнес-планов, которые показывают, как писать, показывают структуру, как писать бизнес-план, показывают, на какие моменты именно больше обращают внимание и что конкретно требуется от бизнес-плана. Финансово грамотные люди, или те, кто разбирается в цифрах, понимают, что такое денежный поток. Я могу показать вам разницу между малоимущими и средним классом. Для этого посмотрим на их доходы, балансовые отчеты и определим, как распределяется наличность. Приведу пример денежного потока малоимущего человека. Как правило, у малоимущих есть только работа. Они получают доход от работы, и он падает, они платят аренду, покупают вещи, еду, и доход превращается в расходы. Так выглядит денежный поток малоимущих людей. Классическая схема денежного потока среднего класса имеет небольшие отличия. Они также получают доход от работы, но средний класс обычно выплачивает ипотечный кредит, возможно, автокредит, возможно, задолженность по кредитным картам, то есть их расходы также растут, и кривая уходит в этом направлении. Итак, вы видите, чем денежный поток малоимущих людей отличается от денежного потока среднего класса. А теперь посмотрим на денежный поток богатых. Денежный поток богатых начинается с активов, которые приносят им доход. И если малоимущий и средний класс концентрируются на доходах, то богатые концентрируются на активах. Именно в активах заключается главный секрет богатых. Возможность заработать есть у каждого человека, считают акулы бизнеса. Просто не все могут реализовать свои идеи или увидеть выгоду в том или ином предприятии. Прежде всего, надо начинять с организации, имеющихся финансовых средств, советуют опытные предприниматели. Я после 20 лет в бизнесе, 22 уже в данный момент, могу сказать смело, не обязательно быть предпринимателем. Надо быть предпринимателем по жизни, то есть реализовывать себя. Если вы реализованы в творчестве, в профессии, да скажите, господи, зачем вам еще иметь административный какой-то персонал, думать о них, платить налоги, ну бог, много чего. Вам оно надо? Зачем? Чтобы просто сказать, я свободен. Многие же идут в бизнес, чтобы свободу реализовать. Потом говорят, куда бы идти эту свободу? Большинство коммерсов говорят, слушай, пойду, поработаю по найму, отдохну. Абсолютно каждый серьезный предприниматель приходит еще к чему? Ну, проходит этап какой? Первое, нет денег, второе, деньги появляются, потом слепание с деньгами. Потом обязательно разлипание с деньгами. То есть абсолютно четко, любой коммерсант в какой-то из моментов своей жизни терял деньги. Всегда. Вопрос, как я люблю шутить, что во всех книжках написано, что первый миллион приходит там долго, второй приходит вот так, мгновенно. Я говорю, ну нигде не написано, что уходит практически так же быстро. Почти у всех. Вопрос в том, что некоторые быстро с этим справляются, выдыхают, сбрасывают с себя это эго и идут, говорят, окей, все. Некоторые с этим не справляются, они цепляются в эти эмоции. Они инициативные все, они хотят начать собственное дело, но большая часть из них не обращает внимания на бизнес-план и начинает свое дело, навозь пронесет. Но, к сожалению, большая часть из них закрывается уже через год, потому что нет определенного опыта, нет определенных наработок, которые помогут им в ведении бизнеса. То есть они берут кредиты, они берут деньги у своих родственников, начинают на бум, открывают какой-то магазин, открывают шиномонтаж, открывают кафе, но, к сожалению, не рассчитывают риски, не рассчитывают, какие деньги придут к тебе через полгода, какие деньги тебе окупят в свои все закупки. И из-за этого большинство ребят закрывается. Сначала у вас будут определенные материальные ценности, на которые вы будете деньги копить, зарабатывать, стремиться к ним. Это неизбежно, абсолютно. Вы пройдете сначала этот этап, удовлетворите свои какие-то первичные, вторичные потребности. Потом, если у вас будет появляться какая-то задача, которая будет требовать финансов, это уже мышление инвестора, понимаете? Вот в данном случае, если вы захотите пойти в эту стезю, то у вас неизбежно это мышление, либо появится, либо начнет развивать. А так, ну, вы будете развиваться как специалисты, вы будете там что-то откладывать, надеясь, ввести какой-то финансовый бюджет свой. Что-то там тратить на семью, на отдых и так далее. Не обязательно быть предпринимателем. Не обязательно. Надо быть человеком высокоосознанным в отношении с деньгами. Единственное, чтобы понимать, что деньги все-таки требуют тоже некого такого уважения. Должно быть хотя бы минимальное планирование, хотя бы минимальное какое-то видение, хотя бы минимальное. Потому что обычно люди, они абсолютно в этом смысле неосознанные, особенно те, кто бездумно берут кредиты на всякую ерунду. Есть еще риски такие, что большинство ребят не обращают внимания на господдержки. То есть у нас в республике сейчас существует очень большое количество программ поддержки малого и среднего предпринимательства и господдержки АПК. Это осуществляемые местной администрацией городских поселений, осуществляемые сельхозразвития Кабардино-Балкарской республики. То есть это выделение, безвозмездное выделение гранта на осуществление своего дела. Многие ребята боятся участвовать в таких конкурсах, потому что они не верят, что в них можно выиграть, они думают, что там нужны связи. Но это все не так. Хорошая идея, хороший бизнес-план и грант можно выиграть очень легко. То есть у нас есть много молодых ребят, которые уже участвовали в таких грантовых конкурсах, выигрывали деньги, реализовывали свои бизнес-идеи. Самое главное – любить свое дело, говорят успешные предприниматели. Начать свой бизнес и поставить его на ноги всегда тяжело. Но, как гласит народная мудрость, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Так что в огромном океане современных возможностей не поленитесь поймать свою рыбку. Вдруг она окажется золотой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова